Вы что-то против Христа имеете или против меня? Против никому я не имею, я ислам. То есть, вы, наверное, никогда не держали в руках этой книги, да? Да, да, да. То есть, вы не знаете, что каждый будет на суд Божий предстанет? Но есть другая книга, может, она вам известна? Да. И, может быть, вы знаете, что тут написано? Да. Просчитайте, что тут написано. Ну, я прочитаю, сейчас не могу, потому что я должен в ванну сходить, чтобы помыть, все, потом прочитаю. Ну, то есть, сейчас никак. Ну, вот к тому, что я хочу сказать, в этой книге тоже говорит, плохие слова Бог не одобряет. Я знаю, что вот по этой книге учат людей, как уважать старших. Это люди мужественные, которые следуют наказам тут. Вот, у них много можно поучиться нам, христианам. Вот, я тебе один слово скажу. Вот на этой книге, что там написано, это не правда, что ли? А вы болеете или что-то лежите-то, почему? Я не болею. Не болеете. Так, а вы содержание этой книги своей знаете? Чего? Ну да, сура пятая. Сура пятая, сорок седьмой и шестьдесят шестой аяты. Не знаете, о чем говорят? А что говорят? Они говорят о нас, о христианах. И называют нас люди Писания. А так как Писание ваше в седьмом веке появилось, там говорится о Писании, только о Библии, ни о каком другом. Там ее не было в другой книге. И когда говорится, что нам Всевышний дал инжил, инжил это Евангелие, то там написано, мы, христиане, и должны по нему поступать, а не обманывать людей. Я по Евангелии поступаю. У нас была большая миссионерская поездка, у меня тридцать восемь томов, книг вышло. И мы решили подарить библиотеке мира. И мы прошли 650 городов из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, шесть мусульманских республик Турцию, Север, Прибалтику, Скандинавию прошли. И нам везде встречались мусульмане. И они нас нигде ни разу не обидели. А в Баку ночевали в доме мулы. Это у них как священник. Я первый раз увидел таких образованных людей. Он разговаривает на шести языках, а жена на четырех. Но это я говорю не о тех, которые здесь даже считать-то не умеют. Это я встретил первый раз. Когда мы были там где-то в Каспийске или город, и там как заходишь в библиотеку, вот так стрелкой написано «Комната для намаза». И мы, когда книги отдали, подарили, у нас в библиотеке есть женщина, а там мужчина. Он с нами сфотографировался, подписал документ, чтобы люди считали. А мы говорим, а можно в комнату для намаза зайти и помолиться? Мы верующие. Все, заходите. Он сразу позвонил. Мы разулись, зашли. Мы все сняли. Как мы молились, а последний поклон сделали, как у мусульман, и просили мира Дагестану. У нас какие воспоминания-то остались? И дорогой, где мы выезжали. Мы семь раз в день у нас намаз, семь раз в день делали. Расстилаем большой 2 на 2 метра военная палатка и молились. А рядом работают мусульмане, дорогу строят. Я на 100% уверен, когда мы молимся, а они к нам никого не допустят. Они очень любят, когда человек молится. Я уже без оружия. Я поднимаю руки. Я вот это могу рассказать, как Господь с нами поступил. Мы в Париже встречали там мусульман, в других странах, и везде, а они рассказывали только доброе. Один раз мы заблудились, а навстречу машина идет. Мы его спросили. Я и не думал, что это мусульманин. Он говорит, я вас проведу. И впереди нас поехал, а мы за ними. Он нас вывел на дорогу. И вышел оттуда. Я говорю, а как вас звать? Он говорит, Тахмат. Она меня показывает. У меня отец такой же, как Сакал. Мы за него помолились. Видите, какая доброта. Но когда они нам встречались, мы всегда им старались помогать. Вот я в Барнауле живу, Алтайский край. И за слово Божие меня садили. Я пять тюрем прошел. И среди мусульман в тюрьме-то находился я в лагере. А когда вернулся, сотрудничать стал с тюрьмой помогать. И в первую очередь помогаем мусульманам. Или кто там другой национальности. Почему им очень тяжело? Чтобы он не отчаялся. На себя руки не наложил. Меня русские говорят, а почему не нам первые? Потому что вы дома. А он не дома. Сделал что-то не так. Но ему надо помочь. Понимаете? Мы должны делать. Я делаю, как в Евангелии у меня написано. Главное наше различие, что мы верим, что Христос умер за наши грехи и воскрес. Главное различие. А остальное-то там... Вы верите, что есть рай. И мы верим по-своему. Ад есть... Да? Иисус есть тоже пророк. Есть такие... Ну, пророк последний. Аллах сказал, это Мухаммад. Да. Потому что последний пророк... Я знаю книгу эту, знаю. У меня один том написан об этой книге. У меня вышло 38 томов. Я посвящаю этой книге целый том. Сравниваю я аяты с нашими стихами Библии. Я не критики, ничего нет. Просто я беру, копирую и вставляю, и делаю различие. Какое? Что? Сравнение с мировой историей. Что у мусульман было за 1300 лет? Какие дети? Или что высказывали? То есть материал капитальный. Книга, 752 страницы. Вот так. Вот так просто. Просто все не люди. Когда вот это... Ирина Куран, чтобы... Вот когда-то вот христиане что-то могли сделать, это не могли. Вот пути... Вот христиане сказали, какие-то можно сделать, но пророки вот все сделали, и сделали, чтобы все люди сделали для Ислава. Все они могучие. Да? Такое было? О, что-то у вас тут закрылось. Так, обождите. Так, я вопрос-то не расслышал, а тут выскочило обновить. Закрыло вас. Великом и самым важном в мире о любви Божией, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. Ну вы... Я против, я против, я язычник. Ну, намордник-то скиньте тогда, не будете шепелявить. Слава свароку, слава перду. То есть вы не нуждаетесь ни в чем. Плененное дьяволом. На тему спасения души, о вечности, о Боге поговорить. Вот сегодня у нас такое благоприятное время. Мы возвещаем о любви Божией, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Прося прощения, мы получаем его от Него. Ну я, конечно, в принципе... Вы микрофон поближе, микрофон поближе возьмите, чтобы слышно было лучше. Микрофон. Так, прости. Я говорю, я в Богу верю, но сейчас, в принципе, пока об этом не хочу. Я хочу расслабиться, отдохнуть просто. Понимаете? Ну, все, вы поднимайте, выбирайте. Володя, подойди-ка, переведи тут меня. Вот он ушел. Он хотел расслабиться, отдохнуть. А, ну и все. Эй, ты бородатый. Вот так. Библии в обморок падают. В обморок падают. Процентов 90 мусульмане. Половина мужиков голая валяется. Разговаривать не с кем. Я на самом деле тоже пьянен и не буду разговаривать. Ну все тогда, ясно. Вы хоть раз считали эту книгу? Нет. Я мусульманин. Я тогда говорю, ну если ты мусульманин, эту книгу считал? Молчок. Аллах Акбар. Я говорю, это считай, что написано. Почему ты эту книгу-то не ценишь? Если твоя книга, ты должен считать, они за бабами гонятся. Дома четыре жены, сюда еще всякую скверну несут. Зачем же делать это? Вас книга вас так не учит. Меня только увидят и матерками гонят. Разве у вас там написано, так поступать со старшим человеком? Я мусульман очень хорошо знаю. Это люди уважительные, трудолюбивые. А тут собрали с хамьё одно. Маленькие дети и матерят. Маленькие. А я мусульманин, Аллах Акбар. Лет по семь. Подождите, дед. Дед, подождите. Что ждать-то? Я вам рассказываю, как. Я уже восьмой месяц здесь нахожусь. Вы нервничаете, у вас сахар поднимется. Вы эту книгу считали хоть раз? Я много книг читал. Ну скажи, эту читали, содержание ее, знаешь? Эту книгу, которую ты именно держишь, держишь в руках, я не читал. А Коран я читал. Ну, Коран считает. Скажи, сура пятая, сорок седьмой, шестьдесят шестой аят. О чем говорят? Подожди, я перевод не учил. Переводы нельзя принимать, а тот не знает, как просчитать. Тогда скажи, что написано вот это вот здесь? Просчитай. Ну, что там дальше? По-русски переведи. Переведи. Зачем? Я же говорю, я не считал. Я не считаю, я перевод не принимаю. Я перевод не знаю, дед, подождите. Дед, дед, дед. А вы не дед? Не дед. Я моложе вас. В душе пятнадцать опасных. Потому что возраст зависит от нужности человека. Ну, вы же. Ну, голые валяете здесь. Юноша тоже. У нас была миссионерская поездка, и мы в Баку ночевали в доме у Муллы. У нас такие отношения. А потом в мечеть ходили молиться, пошли в Храм Божий. И все заснято, показано в интернете. Нам есть чем поделиться. У нас таланты есть. Главное, ничего не знают. Не считают. Я не считал. Да как же можно свою книгу не считать? Я эту Библию два раза насчитал только на пленке в интернете. И так просчитал, может, сотню раз. Мне Библия сейчас неинтересна. Вот вы говорите. Библия неинтересна. А откуда ваша книга-то вышла-то? Через 600 лет. Подождите, дайте мне сказать. Нет, я же вас послушал. Ну, вы не тяните, если говорить. Да говори, время-то идет. Да, время тут можно продлевать. Вам лежать приятно где-то. Я никогда не лягу на глазах людей. А мне 81-й год. А я 84-го. Понимаете, вот придуряются, лишь бы наблудиться. что сказать, четыре жены дома не хватает. Нет здесь еще. Я им отвечаю, я говорю, тебе дома четыре, за все колын надо платить. А тут 44, голые даром. И вы, говорю, южные жеребцы на северных кобылах пашите. Дед, у меня одна жена и прекрасных четыре дочери. Ну, ладно, ты мне не рассказывай. Одна у тебя, а у других-то разрешена четыре. У нас, если вторая жена есть, его в храм не пустят поганцы. Вот сейчас разговариваем. Мужик, я мусульманин в Москве. Женщина русская сидит. Она говорит, какой ты мусульманин? Ты когда последний раз молился на массу? Ни разу. А моя мама прислала свиное сало, ты его, говорит, за вошью-то уплетал. Как? А он ее тогда что ты рассказываешь? Это фиксия одна. Мы вот никакое мясо вообще не едим, наши братья где? Вообще никакого. Не то, что свинью. у вас борода хорошая, а усы сбритые. Почему усы сбритые? Откуда вы взяли это? Усы? Ну да. Ну да. Бог дал картину общую. Это Бог сотворил, Всевышний. Усы мои, борода моя. Я имею право брить усы, имею право вырасти. Это мое право. Не твое право. Бог назначил. В Афганистане умер мусульманин, а у него замерили щетина меньше 6 сантиметров. Ему 40 ударов палкой мертвому дали. До вас доберутся они. Кто заберет? Стражи Исламской революции в Афганистане. Талибы. Да мне наплевать на них. Э, не плюйся. Не плюй в колодец. Пригодится водиться на пильце. Ха-ха-ха-ха. Дед, как у вас самочувствие? Самочувствие со Христом всегда прекрасное. Всегда путь идет вверх в небо. А без Христа всегда идет вниз в ад. Дай Бог деду вам здоровья. Бог дает здоровье. В 81-й год еще ни одной таблетки не съел. Ну что, если вопросов нет, до свидания тогда. До свидания, дед. С Богом. Хорошего вам всего. Когда хорошо слышно, легко отвечать тогда. Ну, пока копаетесь, я вам покажу. Я православный христианин. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Великая радость. Бог дарует прощение всем, кто приходит к нему. Ничего не слышно. Что у вас там это такое?